вы наверное все знаете что обнаружение первого межзвездного астероида произошло в 2017 году вот поэтому прямо здесь видно обозначение 2017 год 1 и это обозначает 1 дальше буква а интерстеллар значит первая буква ну еще значит вот более краткое обозначение его это у 1 тоже самый первый межзвездный астероид ну обстоится обнаружения значит этот объект был обнаружен 19 октября семнадцатого года телескопом pan stars который предназначен для поиска и изучения астероидов сближающихся с землей ну и ядер комет тоже сближающихся с землей и был обнаружен необычный объект необычный по своей орбите поскольку первый же первая оценка формы орбиты показала что это объект движется по гиперболической орбите что в общем то не соответствует ни одному телу солнечной системы поскольку все тела солнечной системы движется по замкнутым орбитам может быть и очень сильно вытянутым эллиптическим орбитам но эти орбиты замкнуты и не только очень большой эксцентриситет больше единицы но также очень высокая скорость были признаками того что этот объект не связан солнечной системой и с высокой вероятности является межзвездным объектом ну обстоятельства значит на самом деле его обнаружили уже в тот момент когда он удалялся от солнца прохождение перигелия было 9 сентября ну то есть чуть больше чем за месяц до обнаружения и он прошел на расстоянии 256 сотых астрономической единицы от солнца или на 17 процентов ближе чем перигелия меркурия со скоростью как видите около 90 километров в секунду в общем с такой скоростью ни один объект солнечной системы никогда не двигался но по крайней мере за историю астрономических наблюдений и уже 14 октября он прошел на расстоянии тоже сравнительно небольшом 0,16 сотых астрономической единицы примерно то есть за пять дней до своего обнаружения ну и значит просчитали примерно направление с которого он вошел солнечную систему это также с учетом скорости его движения оценили что тогда созвездие тела находилась вблизи созвездия лиры вот с направлении по направлению на которое значит этот объект вошел солнечную систему ну вот здесь показана траектория движения объекта у1 будем так для краткости его называть вот это вот траектория движения а вот это для сравнения показана эллиптическая траектория кометы из облака уорта вы видите насколько насколько сильно отличается орбита ну а значит с более высоким разрешением значит вот и немножко другом ракурсе показано что у один вошел со стороны северного полушария значит прошел пересек плоскость эклиптики и начал удаляться по уже в полушарии стал удаляться от солнца ну значит пока было не ясно что это камень ядро кометы или астероид поэтому в начале было предположение что это все-таки комета и поэтому значит этому объекту присвоили кометное наименование ну вот здесь еще приведены и некоторые параметры этого телескопа с помощью которого был обнаружен этот астероид насчет это примерно двухметровый телескоп который работает в автоматическом режиме ну и ему дали название собственное уже были получены первые наблюдательные данные которые показали что никакой кометной активности это тело не проявила поэтому ему присвоили уже астероидное такое наименование и и дали имя собственное значит на гавайском языке оуму амуа что переводе означает посланник ну и также первое наблюдение фотометрические показали что это к тому же и необычное по форме тело первая оценка была что соотношение его осей чуть ли не 10 к одному и розоватый цвет по фотометрическим данным ну вот это кривая блеска полученная по разным сериям наблюдений на разных телескопах дело в том что оказалось что этот объект вращается примерно с периодом около семи часов вот но вы видите что вот это такая идеализированная кривая обозначенная пунктиром а на самом деле кривая блеска у него более сложная но почему более сложная скажу чуть позже значит и причем отличается от периода к периоду то есть было вообще непонятно почему это происходит ну и вот такая необычная вытянуто вытянутость объекта была тоже чрезвычайно странной потому что вообще было непонятно как такая форма может сохраняться у небесного тела длительное время потому что да значит колебания его блеска вот которые были оценены по кривой блеска как вы видите значит составляли около двух с половиной звездной величины вот максимума до минимума такого изменения блеска тоже не никто никогда не видел и тогда было сделано вывод что у него очень такое очень вытянутая форма но даже самые прочные трехостные эллипсоиды имеют амплитуду блеска не более 9 десятых звездной величины и вообще конечно возникло очень много вопросов как такое может быть но все-таки после уточнения уже большего количества наблюдательных данных сделали более умеренную оценку соотношения осей но она оказалась пять к одному или один к пяти ну вот эта анимация которая показывает вращение этого астероида и изменение его кривой блеска идеализированной кривой блеска потому что на самом деле оказалось что у него целых три периода вращения то есть он находится в состоянии хаотического вращения или кувыркания такое вращение было обнаружено у нескольких астероидов с размером меньше двухсот метров ну и как правило оно возникает после того когда такое тело испытывает столкновение недавнее с другим телом или воздействие мощное воздействие приливных сил или воздействие эффекта ярковского но это характерно все-таки для небольших тел а размер этого тела составлял ну больший размер около четырёхсот метров но это оценка тоже конечно ну и интересно то что в принципе вот в таком состоянии вращения оу-муа-муа мог находиться миллиарды лет ну конечно при условии если ничто этому не помешало то есть там какие-нибудь межзвёздные облака газопылевые или столкновения с другими телами ну тем не менее в принципе значит вот такое состояние вращения может сохраняться довольно длительное время ну и давайте посмотрим с помощью каких телескопов осуществлялись наблюдения ну теперь поговорим о спектральных наблюдениях которые уже характеризуют состав вещества этого тела ну это во первых четырёхметровый телескоп в ла пальма спектрограф позволил выявить только оптически красное тело пятиметровый паломарский телескоп было обнаружены было обнаружено оптически серое тело то есть по разным телескопам цвета его тоже оказались немного отличающимися ну восьмиметровый телескоп в елки показал что в диапазоне спектра 0 3 от 0 3 до 2 с половиной микрон даже менялся наклон спектра на превращение этого астероида вокруг той оси значит вокруг которой происходит преимущественное вращение ну активные кометы характерной особенностью активных комет является наличие сильных молекулярных эмиссионных линий ну в частности коротковолновой это линия оциана на 0 38 микронах и линия двухатомного углерода на 0 5 микронах но на полученных спектрах этого астероида таких линий не было видно ну кроме того на спектрах отражения астероидов заметны более широкие линии поглощения свойственные для силикатного вещества ну в зависимости от состава этого вещества но у этого объекта никаких таких полос поглощения тоже не было заметно но все таки поскольку он был слабее уже 22 величины то обнаружить даже ну вот такие слабые полосы поглощения было проблематично поскольку спектр был уже сильно зашумлен даже при наблюдениях на крупнейших телескопах ну вот например у астероидов солнечной системы силикатного состава наиболее характерными являются полосы поглощения примерно в области одного микрона это известная полоса поглощения двухвалентного железа полоса поглощения высокотемпературных минералов но у у 1 похожих полос не было ну давайте теперь посмотрим еще один признак который позволил четко отличить у 1 от комет вот здесь вот на этом графике показана значит черная линия это фотометрический профиль изображения соседней звезды а красной такой линии зашумленной значит показан показан фотометрический профиль у 1 вы видите что на максимуме блеска идеальное совпадение то есть если бы была какая-то кометная активность то не было бы не было бы такого острого пика яркости он был бы более сглаженный это говорит о том что никаких признаков образования кометной комы у этого объекта не было ну вот это спектр спектр отражения у 1 в более широком диапазоне ну вы видите что погрешности очень большие а вот это уже сравнение ну тоже с малым спектральным разрешением всего по пяти точкам то есть это уже фото это узкополосные фотометрические измерения на отдельных длинных волн черные точки вот а красными и другими цветами показаны спектры отражения астероида в разных спектральных типов ну например серая линия это астероид c типа или углих углих углистохондритового состава вот красное красный спектр отражения это спектр отражения характера для астероидов s-типа то есть высоко температурного состава а вот такая сильно наклоненная значит сильно наклоненный спектр отражения характерны для астероидов d-типа которая расположена на периферии главного поиска астероидов или входит число троянцев юпитера у которых повышенное содержание органики в составе вещества, и именно органика придает такой красноватый цвет спектру отражения. Вы видите, что наиболее хорошее совпадение по наклону спектра у У1 как раз с астероидами Д-типа. Ну, еще другие сравнения тоже по другим наблюдательным спектральным данным. Значит, тут более широко показана область изменения спектра. Это кентавры, которые иногда проявляют кометную активность, но все-таки к кометам их отнести нельзя, поскольку чаще они не проявляют кометную активность, в зависимости от расстояния до Солнца, потому что кометная активность, как правило, связана с приближением к Солнцу и выделением летучих соединений. Ну вот синим заштрихованным цветом показана область изменения троянцев. Вы видите, что вот эти черные точки, характерные для У1, они ближе всего находятся к этой области. Ну, то же самое здесь. Значит, красный цвет – это область изменения спектра астероидов Д-типа. Она ближе всего к спектру У1, а область изменения спектра астероидов Л-типа и С-типа, они, в общем-то, отличаются. Ну, какое может быть вероятное внутреннее строение этого тела? Пытались строить какие-то модели. Если нет кометной активности, то, в принципе, не исключена возможность все-таки наличия льда внутри этого объекта, но при условии, что на поверхности есть некоторый слой, изолирующий, ну, лишённый уже летучих соединений. Если предполагать, что У1 проходил в окрестностях не только Солнца, но и других звёзд, то, значит, наверняка должен быть, если даже у него такой состав, смесь льда с силикатами, то на поверхности в любом случае должна быть кора, уже лишённая летучих соединений, которая не только изолирует недра тела от температуры, но и может в прямом смысле изолировать, если даже температура повышается, летучее соединение изолировать от сублимации, потому что может происходить запайка каналов, и летучие соединения могут не выходить вообще или выходить только очень локально в отдельных точках при наличии значительной такой коры. Ну и вот здесь вот показана примерная модель. Снаружи это высушенная силикатно-органическая мантия, а внутри может быть лёд. И мантия может достигать толщины до полуметра, а может и больше. Ну, в принципе, как показывает моделирование, при толщине слоя такого вещества порядка 40 см, уже такой толщины достаточно для того, чтобы пета-мантия предохраняла лёд от сублимации, если он находится вблизи центра этого тела. Ну, это как бы, если рассматривать сечение У1, ну, перпендикулярно более длинной оси. Понятно, что форма у него не такая. Ну, и учитывая то, что сейчас уже известно большое количество экзопланетных систем, и открываемые планеты, они, как правило, находятся в ближайших окрестностях звёзд, ну, понятно, что это наблюдательная селекция, поскольку пока наблюдательные методы не позволяют, наверное, обнаружить более далёкие планеты. Но, тем не менее, значит, если планеты могут очень близко находиться к своим звёздам, то, соответственно, малые планеты тоже, ну, если не постоянно, то эпизодически могут проходить очень близко к своим звёздам. Вот так показывает, здесь показано распределение температуры. При прохождении перигелия, ну, это температура в подсолнечной точке, конечно, потому что, поскольку объект вращается, то максимум температуры здесь соответствует, во-первых, значит, максимум температуры соответствует, во-первых, подсолнечной стороне и подсолнечной точке. И вот здесь разными цветами обозначены слои с разной толщиной. 0 – это толщина 0 см, красный цвет – это 10 см, зелёный цвет – 20 см, 30 см – ну, это такой сиреневый цвет, и светло-красный – это, значит, уже 40 см. Вы видите, как меняется температура. То есть повышение температуры, скажем, ниже поверхности, вот на соответствующих глубинах, уже происходит с запаздыванием. Понятно, почему. Потому что по причине задержки в результате некоторого времени необходимого для теплопроводности и в зависимости от толщины этого слоя теплоизолирующего. И вот здесь вот я ещё прошу обратить внимание на обозначенное пунктиром температуры сублимации льдов разного состава. Вы видите, что водяной лёд начинает сублимировать при температуре всего лишь 150 Кельвина. Лёд СО2 при температуре чуть ниже 100 Кельвинов, и лёд СО – это при температуре около 40 Кельвинов всего лишь. Ну, вот эти расчёты на предыдущем слайде были проведены с учётом среднего значения геометрического альбеда У1, взятого по всем объектам Солнечной системы, начиная от ядер кометы наиболее чёрных и заканчивая астероидами С-типа. То есть в диапазоне примерно от 4% до примерно 12%. Мы провели расчёт, взяв более точное значение троянцев Юпитера, равное 0,56% или 0,56%. И вот при таком более точном значении геометрического альбеда получилось, что максимум температуры оказался на 180 градусов выше, чем максимум на предыдущем слайде. То есть даже небольшие изменения альбеда вызывают очень сильные вариации, ну не вариации, а изменения подсолнечной температуры. Ну и интересно обсудить, какой внутренний состав всё-таки У1 более вероятен. Будет ли тело, первый вопрос, значит, будет ли тело с внутренним ледяным ядром иметь прочность достаточную для того, чтобы противостоять, во-первых, вращательному центробежному разрушению. Ну, вращается, как выяснилось, У1 не очень быстро, ну в среднем это 7,5 часов в период вращения. Вот, и были проведены расчёты для оценки прочности похожих тел. Ну и, например, слабые материалы, такие как порошок талька, ну, конечно, слегка слижавшийся, имеет прочность порядка 10 паскалей. И вот такая прочность, значит, в принципе, уже достаточна для поддержания вот прочности тела и предохранения его от разрушения. Например, неактивная поверхность кометы 67П, Чурюмовая-Герасименко, имела прочность на растяжение от 3 до 15 паскалей. Вы видите, то есть чуть-чуть больше, чем прочность сцепления частиц талька. Поэтому при относительно регулярной форме и при сравнительно медленном вращении, какой у него есть, ледяной состав удовлетворяет критерию прочности. Но здесь необходимо учитывать то, что при прохождении огромных расстояний и на большом очень интервале времени, миллиарды лет, наверняка этот объект сталкивался, ну, в первую очередь, с газополевыми облаками, потому что у них огромные размеры, до десятков парсек доходят. И представьте себе, что он движется вот сквозь такую среду, в которой тоже могут быть включения какие-то более крупные. И, соответственно, смог ли он выдержать, смог ли бы он выдержать эту нагрузку. Ну, а наверняка он проходил не только через газополевые облака, но и через астероидные пояса, не только в Солнечной системе, но и в других звёздных системах. Вот, наверняка он побывал в окрестностях многих звёзд, и такие события были довольно частыми. Ну, понятно, что, к сожалению, никакие детальные изображения не были получены его, поскольку при таких звёздных величинах и объект такого размера, он наблюдается как точечный. И только с помощью космического аппарата, если бы ему удалось сблизиться с этим телом, удалось бы получить изображение более высокого разрешения, и, соответственно, можно как-то было бы оценить морфологию поверхности, то есть есть там ударные кратчеры или нет, но, учитывая, значит, такой большой возраст этого объекта, с учётом прохождения между разными звёздными системами, это миллиарды лет, как минимум. Ну и также начали обсуждать возможное происхождение достаточно активно, причём это взволновало средства массовой информации, ну и тут появились самые фантастические гипотезы, вплоть до того, что это может быть космический аппарат инопланетян, посланный на разведку Солнечной системы. Ну, об этом мы тоже поговорим, но всё-таки давайте начнём с более естественных таких предположений. По некоторым оценкам, например, облако Орта может содержать до, значит, в 10 тысяч раз больше малых тел, чем в главном поясе астероидов. И вот такие популяции, конечно, они характерны для других звёздных систем, потому что все вы знаете, что сейчас активно работает миллиметровый телескоп АЛМА, который позволяет получать изображение молодых звёзд в инфракрасном диапазоне, в далёком инфракрасном диапазоне. И на этих уже многочисленных снимках явно видно, что практически все молодые звёзды, ну если это не близкие ассоциации звёзд, а именно одиночные звёзды, как правило, окружены газополевыми дисками, дисками, в которых формируются отдельные кольца, то есть эти диски уже распадаются на кольца, а в отдельных кольцах уже начинается формирование протопланет. Ну и, естественно, что, скорее всего, это один из фрагментов таких протопланет, поскольку изучение Солнечной системы показывает, что вот эта самая большая популяция астероидов в главном поясе, она уже сейчас включает более 730 тысяч объектов только в главном поясе, а вообще, как бы, всех тел оценивается уже порядка 800 тысяч, включая транснептуновые объекты, известные транснептуновые объекты. И формирование вот этой популяции, я имею в виду главного пояса, оно происходило вследствие дробления более крупных тел при взаимных столкновениях. То есть изучение космогонической истории Солнечной системы показывает, что вначале сформировались тела более крупных размеров или на тех же расстояниях, что и главный пояс астероидов, или на больших расстояниях, или на меньших, и потом уже при катастрофическом формировании ядер комет, почему катастрофическом, потому что вначале сформировались тела примерно тысячекилометрового размера в Солнечной системе, потом их взаимное гравитационное возмущение, а также возмущение значительно больших по массе ядер планет-гигантов привели к тому, что относительные скорости родительских тел астероидов возросли уже от десятков метров и так далее уже до километров в секунду, и уже при таких скоростях дальнейшая аккумуляция более крупных тел была невозможна. И, соответственно, началось дробление вот этих родительских тел астероидов, тех, которые не вошли в состав растущих ядер планет-гигантов, а они остались либо в зонах формирования этих планет и постепенно выбрасывались уже за пределы зоны формирования, в первую очередь Юпитера и других планет-гигантов, когда масса их зародышей достигла примерно нескольких масс Земли. И тогда процесс аккумуляции более мелких тел уже сменился процессом выброса. Их далеко за пределы зоны формирования. И вот эти тела из зоны формирования Юпитера, например, они выбрасывались по всем направлениям, и в том числе в главный пояс астероидов, и привели к резкому возрастанию относительной скорости движения. Тел, которые находились там, в главном поясе, а также других тел. Примерно по такому же сценарию тоже происходило формирование планет-земной группы, но уже на большем интервале времени. Вот если Юпитер сформировался примерно всего лишь за 1 миллион лет, то планеты-земной группы формировались примерно в течение 100 миллионов лет и даже больше. И вот такие же процессы происходили наверняка в других звёздных системах или звёздно-планетных системах, поскольку вот этот газ и пыль всегда оставались после образования звезды, центральной звезды. То есть, когда масса звезды становится достаточной для разогрева звезды до температур порядка нескольких миллионов градусов, тогда начинаются термоядерные реакции, и уже рождение звезды на этом заканчивается. Она уже существует как независимый объект, а то, что осталось от газопылевого облака в виде протопланетного диска, вот это вещество идёт на формирование уже планетной системы. И вот это вещество, как правило, остаётся. Это наиболее типичный сценарий формирования планетных систем в окрестностях не только Солнца, но и других звёзд. Поэтому вот этот сценарий привёл к возникновению объекта типа У1 и многих других, пока для нас неизвестных. Поэтому это считается наиболее естественным объяснением, откуда взялся этот межзвёздный астероид. Совсем недавно, буквально в этом году, была опубликована статья сотрудниками Института прикладной астрономии Вавиловым и Медведевым, которые дали интересное объяснение такой необычной формы У1. Они полагают, что вначале этот астероид мог возникнуть как вот такой слегка вытянутый объект. Но после того, как он был выброшен из своей звёздной системы или звёздно-планетной системы, и на протяжении огромного времени или на огромных расстояниях он наверняка проходил сквозь большое количество газопылевых облаков. И постепенная эрозия, причём изотропна во всех направлениях, поскольку он вращался, могла привести к тому, что его форма последовательно изменилась вот до такой формы. Ну, то есть, как бы, той формы, которая была обнаружена, У1. Ну, и понятно, что этот объект проходил газопылевые облака со скоростью десятки километров в секунду. Ну, в зависимости от того, какая у него скорость была при последнем прохождении в ближайших окрестностях звезды какой-то. Понятно, что чем ближе... Это называется гравитационным манёвром в современной терминологии, когда говорят о космических аппаратах, то это известный метод ускорения космического аппарата. Его специально направляют на сближение с какой-то из планет Солнечной системы, если его нужно направить куда-то дальше. Он приобретает большую скорость и движется в заданном направлении. То же самое происходило и с У1. Чем ближе он проходил у какой-то звезды, тем больше у него была скорость. Ну, и, соответственно, чем дальше он проходил, тем скорость могла уменьшаться тоже. Ну, и, соответственно, вначале была такая близкая к эллипсоидальной форме, а потом она оказывалась похожа на иглообразную или сигарообразную, если говорить более точно. Ну, они, значит, Вавила и Медведев провели расчёты и показали, что всё равно, то есть это равновероятно, либо, значит, этот объект просто очень длительное время двигался через газопылевые облака, или же просто проходил через облака очень больших размеров, там до 10 парсек. Даже достаточно была средняя плотность порядка 10 на 10 минус 23 грамма на сантиметр кубический. Но если вот такое облако проходить со скоростью порядка 50 километров в секунду, то, значит, эффект может быть аналогичный. То есть, либо такой вариант, либо такой. Результат будет тот же самый. И они дали ещё одно объяснение, почему пока что обнаружен только такой объект. Они считают, что их просто реально мало, таких объектов. Хотя по другим оценкам, значит, считают, что об этом дальше. Таких объектов уже в Солнечной системе много, но пока обнаружительные возможности были недостаточны для их обнаружения. и они будут обнаружены в ближайшее время. Но здесь высказана другая точка зрения, что таких объектов просто мало. Если их размер составляет порядка 100 метров, то при путешествии в галактическом диске всего в течение 30 лет они могут полностью разрушаться в результате вот такой эрозии космической пыли. ну и некоторые другие интересные предположения. Тщательное изучение траектории У-1 показало, но уже изучение не только с помощью наземных телескопов, но с помощью космических аппаратов. ну просто на самом деле работающих космических аппаратов много и в принципе всегда какие-то из них можно задействовать для съемки какого-то необычного объекта. Вот это было сделано и уже с помощью космических даже наблюдений было обнаружено наличие негравитационного ускорения. То есть оказалось, что У-1 движется не по кеплеровой орбите, а по орбите, которая слегка отличается от кеплеровой. То есть у него есть какое-то негравитационное ускорение. Ну самое простое и естественное предположение, что все-таки у него кометная активность есть, хотя она и не была обнаружена. Ну например очень слабая кометная активность например просто в виде выброса газов. То есть пыль в этом никак не участвует, а ну в каком-то локально расположенном источнике на поверхности этого тела может быть струя, газовая струя, которая может придавать ему такой негравитационный постоянный импульс. Вот. Но все же то есть вот это отклонение от Кеплеровой орбиты было обнаружено на уровне 30 сигма, то есть довольно значительное отклонение. И вот авторы статьи, которая здесь указана, Мишел и другие утверждают, что им удалось исключить из осмотрения такие причины, как давление солнечного излучения, взаимодействия уодин с солнечным ветром в случае его сильной намагниченности, его торможение или ускорение межпланетной средой. Ну, можно представить себе, что он как бы попал в принципе в солнечной системе находится несколько полевых поясов, и в случае прохождения через один такой полевой пояс могло происходить некоторое отклонение его от киплеровой орбиты. И, наконец, даже такая экзотическая причина была исключена, как смещение наблюдаемого фотоцентра в случае его немонолитной структуры. Ну, понятно, что если у него немонолитная структура, то смещение вот этих его несвязанных частей может приводить к смещению наблюдаемого фотоцентра. Но чуть позже появилась другая статья. Вот она здесь тоже указана. Ну, даже в начале статья Рафикова, но она, по-моему, до сих пор не была опубликована, а вот эта другая статья была опубликована в Astrophysical Journal. и там с помощью расчётов всё-таки было показано, что вот это негравитационное ускорение всё-таки можно объяснить давлением солнечного излучения, но только в том случае, если У1 очень тонкая оболочка, ну, то есть при очень низкой плотности вещества. то есть можете себе представить полный объект, оболочка которого составляет примерно 1 мм всего лишь. Ну, авторы этой публикации всё-таки привели расчёты, действительно, такое может быть, и считают, что здесь возможны два варианта. Либо это действительно объект нового типа, который нам ранее был неизвестен, который мог образоваться в совершенно других условиях, и действительно возникла такая необычная структура этого тела. Очень высокая прочность и очень тонкая внешняя оболочка, а внутри ну почти ничего, наверное. Другой вариант, который они допускают, это то, что всё-таки искусственный объект, специально созданный и действительно представляет собой инопланетный космический корабль. Ну, и ещё в тот момент, когда этот объект ещё был сравнительно недалеко, начали обсуждаться разные проекты, догнать и исследовать. то есть появился такой проект Лира. Почему Лира? Я уже говорил, это потому, что он пришёл в Солнечную систему с направления на созвездие Лира. Ну, то есть создание космического аппарата специального, который на интервале времени в пределах 10 лет мог бы догнать этот объект и исследовать в непосредственной близости. Ну, опять же, использование для этого гравитационного манёвра, то есть если его направить очень близко к Солнцу, то вот этот гравитационный импульс, который ему должно придать Солнце, может ускорить его до десятков километров в секунду, до скорости десятков километров в секунду, и в принципе с учётом того, что с удалением от Солнца скорость О1 постепенно уменьшается, если при прохождении переделия его скорость была около 90 километров в секунду, то при выходе из Солнечной системы его скорость уменьшается до примерно 30 километров в секунду. Поэтому если бы вот такой космический аппарат удалось создать и запустить, то такая возможность существовала в принципе. но здесь возникает другая проблема, что всё-таки при таких больших скоростях было бы нереально сблизиться с ним на малое расстояние и изучить его с очень близкого расстояния. Рассматривались также более современные варианты использования например солнечной лазерной электрической лазерной парусной силовой установки. Но к сожалению ни один из подобных проектов так и не был осуществлен. вот здесь просто на графике слева показано как менялась звёздная величина У1 при прохождении перигелия. Вы видите, что в момент прохождения перигелия то есть в сентябре вот у него была близкая к 21 звёздная величина. Вот такая звёздная величина у него была при прохождении рядом с землей, поскольку наблюдения велись в земле. Ну а потом вы видите насколько быстро буквально на интервале 100 дней даже не 100 дней а 50 дней его звёздная величина уменьшилась до до примерно 29 звёздной величины. Ну вот другие оценки более естественные. Значит считается, что подобные небольшие тела могут попадать в Солнечную систему достаточно часто. Ну и вероятно, что даже они проходят в пределах орбиты Земли несколько раз в год, примерно от 2 до 12. Но возможности наземных телескопов пока недостаточны для их регистрации. Но вообще это у меня вызывает сомнения, поскольку сейчас объекты размером несколько сотен метров уже вполне надёжно регистрируются. Тем более, если они проходят на расстоянии меньше радиуса земной орбиты вокруг Солнца. Вот. Ну, как показывают статистические оценки, в Солнечной системе недалее орбиты Нептуна уже может быть аж до 10 тысяч таких тел с размерами У1. И каждому из них потребуется порядка 10 лет для того, чтобы пересечь внутреннюю часть Солнечной системы. Ну, и при этом возникает вопрос, а нужно ли вообще догонять У1, если таких объектов много. То есть, рано или поздно мы должны обнаружить один из таких объектов. Но если придерживаться более пессимистической точки зрения, а именно высказанное Вавиловым и Медведевым, что таких объектов, в принципе, может быть очень мало, то такой возможности у нас долгое время не будет, даже при росте мощи наблюдательных возможностей. Ну, и здесь тоже интересно затронуть вопрос, а возможно ли наличие межзвездных метеоритов на земной поверхности. Я думаю, что да, такие метеориты могут быть, но найти их это тоже представляется нереальным, потому что очень трудно отличить даже похожее образование, но я имею в виду камешек, похожий на метеорит. Как показывает статистика, из 100 вот таких камней, похожих на метеориты, найденных, только один реально оказывается метеоритом. Ну, а для того, чтобы отличить метеорит вне солнечного происхождения, это очень сложно. И как вы думаете, просто интересно ответит кто-нибудь из вас на вопрос, как можно отличить при исследованиях метеорит вне солнечного происхождения от метеорита солнечного происхождения. Вы постройки изотопного метода. я понимаю, что людям, которые не занимаются исследованием космического вещества, на этот вопрос сложно ответить, но тогда я отвечу. Значит, по большому возрасту, поскольку возраст метеоритов определяется, ну, абсолютный возраст, я имею в виду, определяется с помощью изотопного метода. то есть вы знаете, что есть долгоживущие изотопы, с помощью которых оценивается возраст не только метеоритов, а также земных горных пород. Возраст земных горных пород оценивают с помощью изотопов урана. Они наиболее долгоживущие, у них период полуроспада несколько миллиардов лет. А у такого метеорита возраст должен быть... Какой возраст Солнечной системы? Ну, это вы наверняка знаете. Около 5 миллиардов лет. А возраст межзвездного метеорита должен быть намного больше. С учетом того, что ему нужно пройти огромное расстояние, чтобы попасть в Солнечную систему, а еще нужно огромное время, чтобы попасть на Землю. То есть здесь тоже есть не очень большая вероятность того, что этот метеорит попадет на Землю. То есть на это тоже могут уйти миллиарды лет даже. Для сравнения наибольший возраст имеют углистые хондриты возраст примерно 4,56 миллиарда лет. А точнее даже не сами метеориты, а в составе метеорита есть так называемое кальцийо-алюминиевое включение, их называют английской аббревиатурой КАИ, которые образовались раньше всего в Солнечной системе. Ну и наконец был предпринят поиск сигналов искусственного происхождения. Ну здесь нужно сделать такое небольшое отступление, потому что нужно сказать, что программа СЭТИ, вам известная, это поиск сигналов разумного происхождения во Вселенной, она до 90-х годов финансировалась правительством США даже. Но после начала 90-х годов это финансирование правительства США решило прекратить, и сейчас эта программа финансируется только на пожертвования. Но одним из крупных меценатов оказался оказался выпускник физического факультета МГУ Юрий Миллер, который окончил МГУ в 85-м году. Здесь краткая историческая справка, я не буду ее зачитывать подробно, но факт тот, что он смог накопить довольно большое состояние, сейчас проживает в США, и он выступил меценатом этой программы, и вот на его деньги несколько крупных телескопов в мире осуществляет поиск сигналов разумного происхождения. Для чего нужно было вот это отступление? Просто с одним из таких телескопов был предпринят поиск сигналов разумного происхождения от У1, но, к сожалению, этот поиск ничего не дал. Ну и наконец выводы. Значит, я думаю, важно отметить, что попадание вообще экзопланетных объектов в околоземное пространство до этого казалось вообще нереальным или крайне маловероятным. Но после того, как У1 был обнаружен, была продемонстрирована такая возможность, а именно возможность, по крайней мере, дистанционного изучения таких объектов и даже доставки на Землю их образца при благоприятных условиях. Если в будущем такой объект удастся обнаружить на траектории сближения с Солнцем, а не удаления, как было с У1, то будет некоторое время для того, чтобы оперативно или осуществить новый запуск, или переориентировать какой-то уже работающий космический аппарат на изучение такого объекта. Конечно, доставка образца это предельная задача, а изучение с малых расстояний это вполне реально, если, я еще раз говорю, задействовать из каких-то работающих уже космических аппаратов. ну и понятно, что очень важно было бы, конечно, доставить образец такого межзвездного объекта на Землю, чтобы была возможность изучить его в земных лабораториях, поскольку только такие исследования позволяют однозначно определить состав вещества и установить его происхождение, возраст и так далее. К сожалению, те метеориты, которые падают на Землю, они очень сильно видоизменяются земной атмосферой, то есть они сильно нагреваются либо разрушаются вообще, и их состав очень сильно меняется. И по некоторым оценкам, ну, по оценкам, например, по изучению космической пыли, которую либо улавливают с помощью стратосферных самолетов, либо собирают очень мелкие частицы, которые при падении в земной атмосфере тормозятся в верхних слоях, и при этом не испытывая сильного нагрева, а дальнейшее их падение происходит очень плавно, ну, просто очень плавное падение, при котором их свойства практически не меняются. Вот по таким исследованиям было установлено, что космическое вещество, известное по метеоритным коллекциям, оно охвачено только на 30%, то есть, две трети вещества нам пока неизвестно вообще, даже вещества, находящегося в Солнечной системе, а что говорить о веществе, возникшего в окрестностях других звезд, это чрезвычайно интересно. Вот, ну, и пока представление о составе вещества Оумуамуа является противоречивыми. Весьма вероятно, что его необычная альдиньонная форма является признаком высокотемпературного состава или даже монолитной структуры с повышенной прочностью. Ну, и очевидно, что нужны новые обзорные проекты и инструменты для поиска аналогичных объектов, которые уже могут быть в Солнечной системе. Ну, у меня на этом всё. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Да. Есть вопрос. Первый вопрос. Там просто было утверждение заключается в том, что вопрос целесообразности отправки космических корабля к астероиду. То есть, были планы отправить туда... Космический аппарат. А методы не стоят в Солнечной или нет? Ну, дело в том, что, понимаете, тут надо было действовать очень быстро, потому что если объект удаляется... А, то есть, если бы целый год будет уже в Солнечной наблюдательной? Да. То есть, если бы в пределах полугода, допустим, кто-то смог бы очень быстро организовать эти работы или, может быть, как-то задействовать уже работающий космический аппарат, но для этого нужно его было направить к Солнцу вначале, понимаете, то есть, на это тоже ушло бы время и смог бы... То есть, это, конечно, можно сказать, что в какой-то мере авантюристический проект, потому что догнать такой объект с нашими пока техническими возможностями, я имею в виду, реально достижимыми скоростями космических аппаратов, это просто нереально. Если бы была другая ситуация, то есть, объект был обнаружен задолго до прохождения у Солнца и было какое-то время, возможно, такой проект и был бы осуществлен. Понимаете? Ну, опять же, на это нужны деньги. То есть... Ну, это говорит о том, что всегда нужно быть на готове, вот, и в любой момент в случае такого неожиданного события быстренько направить космический аппарат ему навстречу. Другие вопросы есть? У меня еще вопрос есть касаемо формы. Мне, если честно, не очень понятно, почему такая университетная форма этого сторонника легко объясняется чисто взаимодействием между звездой и средой, ведь он же вращается, вы сказали, что он вращается не просто, а как-то беспорядочно, плюс я что-то, это отравление очень, наверное, хорошо, но я в газо-гидродинамике есть сетч, ну, согласно ее, самая энергетика форма, которая сопротивление, в общем, форма капли. То есть, если какой-то шарик энергетик в газе, то там создается давление и он в капли превращается. Ну, это в очень плотной среде. То есть, это характерно для, ну, например, падения тел сквозь земную атмосферу. Тогда такая форма, она может образоваться. Когда тело уже проходит плотные слои атмосферы, образуется ударная волна, во-первых. Во-вторых, само тело разогревается до очень высоких температур, но это может быть случай, например, если это металлический метеорит. Вот, металлический метеорит, он может, действительно, если он небольшого размера и движется с высокой скоростью, он может полностью прогреться вплоть до такого пластичного состояния. И тогда вот эта ударная волна может его как-то сплющить. Вот, понимаете? А когда речь идет, понимаете, даже была, была достаточно средняя плотность 10 в минус 23 степени грамм на сантиметр кубический. Понимаете? Вот, даже при такой низкой плотности, но при движении с такой высокой скоростью десятки километров в секунду и длительное время сквозь такую среду, ну, как бы, вот такая абразивная обработка поверхности. И, конечно, с учетом того, что форма все-таки начальная была несколько удлиненная. Вот, тогда она, вот, если равномерно как бы вот, счищалась бы вот этим процессом, да, пылью, воздействием пыли, то тогда бы вот вот такая форма, она вполне реальна. Вот, ну, здесь, возможно, были и другие варианты. Ну, например, ну, я об этом упоминал, высоко, очень высоко температурный состав, то есть, то, что это тело вообще может быть, его же плотность так и не была оценена реально. Понимаете? Он может быть и металлического состава. То есть, если он проходил очень близко к звездам и тоже разогревался до очень высоких температур, то могло происходить плавление и он мог приобрести либо такую удлиненную форму, либо это может быть, как бы, фрагмент более крупного тела распавшегося в ближайших окрестностях звезды. Понимаете? И это, как бы, отколовшаяся часть, она могла бы вот быть такой удлиненной формы. Это с моей точки зрения. Если при условии более высоко температурного состава. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok